Начиная с прошлого года в Мозыре проводится республиканская регата по гребле на байдарках Каноэ на призы олимпийских чемпионов Романа Петрушенко и Артура Литвинчука. Этот турнир, внесенный в республиканский календарь соревнований Белорусской ассоциации Каноэ, набирает популярность, чему свидетельствует приезд команд из Минска, Мяделя, Борисова, Орши, Бобруска, Калинковичи, а также редактор журнала «Спорт на воде». Я считаю, что это очень важное мероприятие. Почему? Потому что, во-первых, воспитывает ребят. Это своеобразный стимул для них. Почему? Потому что, тем более, в вашем городе такие олимпийцы, смотрите. И, что называется, ну, если говорить непосредственно о Петрушенко, о романе Петрушенко, то с 2004 года человек привозит со всех олимпиад чемпионата мира Европы медали. Это один из самых заслуженных спортсменов погребли на байдарках Каноа Белоруссии. Ну, а сегодня, я считаю, один звезда уже мирового уровня. Как и положено, соревнования у подобного ранга прошла торжественная церемония открытия. Со всеми подобающими процедурами были сказаны приветственные речи, в том числе и Романом Ивановичем Петрушенко, олимпийским чемпионом Пекина в составе байдарки четверкин, дистанции тысячи метров. Приятно, что, да, действительно, второй раз. Ну, то, что их несли уже в республиканский календарь, поэтому, я думаю, все-таки они будут проводиться каждый год. Что касается конкуренции, да, народ, в принципе, довольно-таки много и довольно-таки хороший, которые люди, которые занимаются у нас на базе, специально переехали сюда. Поэтому, я думаю, все-таки довольно-таки хорошая конкуренция, и кто-то появится после нас. Десять лет назад на 29-х летних Олимпийских играх Китая Роман Петрушенко и Артур Литвинчук стали первыми олимпийскими чемпионами Мозыря. И с той поры открылась новая страница спортивной истории столицы Полесия – славная история олимпийских побед. Турнир стал традиционным, это, конечно, очень важно. Важно, потому что есть живой, скажем, наглядный пример того, что можно достичь, прикладывая усилия в спорте. Для Мозыря это тоже важно. Сюда приезжают спортсмены из различных городов, которые видят, что Мозырь имеет прекрасную базу, так как вот здесь, на грибной базе училища Олимпийского резерва. Видят то, что действительно из обычных вот таких вот маленьких спортсменов вырастают настоящие чемпионы, которыми гордится страна, которых знают далеко за пределами республики. Первый соревновательный день утром состоялись гонки на спринтерской 200-метровке. И одна из победительниц – мазырянка Маргарита Шурпач, за которую трогательно переживала ее мама Инна Викторовна. Я очень довольна, что она занимается греблей, хотя вначале я была против. Но сейчас, когда я вижу результаты немалые, у нас очень много медалей, я довольна. Маргарита – воспитанница с дюшер Мозырского НПЗ «Жемчужина Полесия». Настоящая чемпионка, которая всегда ставит перед собой максимальные задачи и никогда не останавливается на достигнутом. Сегодня я не очень сильно довольна, как проехала, могла по времени проехать лучше. Ну, надеюсь также повторить и 3 километра, и 500 метров. Сразу скажем, что Маргарита завоевала серебряные медали в двух оставшихся видах соревновательной программы. В общем-то, порадовала своего тренера Руслана Анатольевича Бичана, мастера спорта международного класса, который сам выступал в одно время с Петрушенко и Литвинчуком. И, конечно же, у него остались впечатления о своих друзьях, товарищах. Ну, как спортсмены, хорошие спортсмены, особенно экипажники, довелось участвовать с ними даже в соревнованиях. В составе с Романом Петрушенко выиграл 200 метров на чемпионате Европы в 2008 году. Слова благодарности заслуживают организаторы спортивной школы «Сдюшер» «Профсоюзы», «Сдюшер номер 3», «Сдюшер жемчужной Полесии» и «Мозырский фериал» Гомельского училища Олимпийского резерва. Персонально отметим судейский корпус во главе с главным арбитром регаты Борисом Михайловичем Мерцем, который свято чтит славные спортивные традиции «Мозырщины». Очень приятно, что наши легенды не забываются, что они и сегодня являются кумирами молодого подрастающего поколения. И свидетельством тому является, что даже в столь плотный календарный график, когда гонка идет за гонкой, нашли время, возможность принять участие. Много команд приехало, чтобы посражаться, померяться силами, ну и отдать уважение нашим звездам. Что до приезжей команд, то они были укомплектованы талантливыми мальчишками и девчонками, за которыми будущее отечественного спорта. Я выступала в одиночке и в двойке. В одиночке я была вторая, а в двойке первая. Мне нравится заниматься греблей. Я планирую достичь великих высот. Я гонялся в одиночке двойки байдарки. В одиночке выиграл. Был первым на 200 метров. В двойке был второй на 200 метров. Третий. Третий на 200 метров. Соревнования хорошие. Прекрасно была регата в районе городского парка. И невозможно в рамках одного сюжета рассказать обо всех перипетиях борьбы. Назовем лишь имена чемпионов из числа воспитанников Мозорска гребли. Это Никита Огородный, Елена Фисенко, Егор Кузьменко, Татьяна Бурова, Вышеупомянутая Маргарита Шурпач, Кристина Черевка, Юлия Гончаревич, Илья Татрашвили, Алексей Герасимчик, Виталий Мельник, Данил Харлан, Роман Зенченко, Дмитрий Ярославицкий, Иван Дубровский, Павел Харамецкий, Алексей Якубович и Владислав Шахницкий. Все эти ребята стали победителями, а некоторые многократно этой прекрасной регаты на призы наших первых олимпийских чемпионов Романа Петрушенко и Артура Литвинчука.